Пермский НОЦ Свою программу выстроил, выбрал ключевые направления. Будем ли сейчас что-то актуализировать после визита Котюкова? После визита Михаила Михайловича программа у нас остается в принципе та же самая. Единственное, мы просто немножечко доупакуем, так скажем, стартовые, начальные проекты до того, чтобы они имели более прикладной характер и востребованность технологий непосредственно в индустрии. То есть это получается прямой заказ от бизнеса на конкретную разработку? Надо улучшить работу определенного агрегата. Здесь получается у нас взаимодействие. То есть с одной стороны бизнес говорит о своих потребностях, а мы как НОЦ, как центр науки и образования, мы говорим, что сейчас наиболее актуально, что сейчас наиболее прорывное на мировом уровне, как заявил Владимир Владимирович при создании вот этих научно-образовательных. Мы можем для вашего бизнеса сделать вот такую историю. То есть насколько я понимаю, что уже в направлении углеводороды такое уже идет. То есть вы рассказывали и о патентах, и даже конкретных заказах. Там, по-моему, десятки коммерческих заказов уже есть. По одному из направлений, из семи, по углеводородам, непосредственно, конечно, с нашим стратегическим партнером в крае, в группой предприятий «Лукойл». Да, у нас достаточно много уже разработок. Взаимодействие идет порядка пяти лет. За это время мы очень хорошо развили институт практикоориентированной подготовки студентов для сокращения адаптационного периода специалистов на промысле. Полтора года даже звучала цифра, да? Сокращение на полтора года. То есть специалист включается в процесс на полтора года быстрее, чем раньше. Отличный результат. Кто дальше будет заходить? Ну, понятно, «Лукойл» мы уже назвали. Второй – это ключевой партнер. Это «Уралкалий», «Уралхим», «Еврохим». Это различные группы предприятий по направлениям энергетическое машиностроение, по экологической безопасности, то есть по всем семи направлениям у нас будут выбраны ключевые партнеры основные, да? И мы будем развивать это. Вот эти семь направлений выбраны, да? Почему они? То есть это классические такие пермские направления, в чем мы сильны? Это было в рамках достаточно долгой проработки. Ну, то есть, конечно же, это ввиду того, что, как говорил Максим Геннадьевич, и мы, конечно же, в этом поддерживаем, по поводу того, что наш пермский регион, он достаточно уникальный. У нас сохранились как индустриальные партнеры, так и институты, получается, отраслевые институты, такие, как, допустим, там, галургия, лукоил инжиниринг и так далее. Вот, то есть... Чтобы их не потерять, теперь нужно все это. Да, не потерять, развить и дать новую такую, так скажем, виток жизни, да, какой-то, то вот в рамках этого как раз и выбраны эти направления. Новые могут появиться направления здесь? Одна из задач научно-образовательного центра, развивая по выбранным тематикам, становясь центром компетенций и выполняя исследования, ну и как бы разрабатывая технологии мирового уровня, мы должны, конечно же, прорабатывать вопрос диверсификации, в том числе, в другие отрасли. То есть... Это то, о чем вы ранее говорили, вот эти сквозные технологии, да, то есть они подходят там для всех, например, там, IT-отрасль подходит для всех этих семи направлений, может быть, до больше. Да, новые технологии, подходы, то есть они же могут использоваться, как, допустим, в металлургии, как там в добыче углеводородного сырья, там, калийных различных удобрений и так далее. То есть это будет развиваться. Каким-то образом будем мы конкурировать с другими НОЦ, если возьмем там какое-то новое направление, а оно у них, допустим, развивается? Мы должны не конкурировать, мы должны взаимодействовать и развить так называемую такую, как сеть взаимодействия. И по тем направлениям, по которым мы будем соприкасаться с другими научно-образовательными центрами, мы должны стать не конкурентами, а партнерами. Если мы говорим о, вообще, в целом, вот в регионе, да, что эти НОЦ, ну, там, дадут, понятно, бизнесу они решат конкретные свои задачи. Что это дает региону? То есть что бизнес развивает здесь, там, да, свои площадки? Ну, здесь, в рамках же этого проекта задачи достаточно большие, масштабные, ну, в том числе это и по развитию инфраструктуры, а то по инвестиционной привлекательности региона. Это, конечно же, должен стать центром притяжения талантливой молодежи, удержания ее. Мы должны развивать институт образования, экспорта образования. То есть здесь задачи ставятся намного шире, чем развитие только технологий. То есть это, конечно же, технологии, которые должны конкурировать на мировой арене, а может быть в чем-то превосходить. Это, конечно же, в рамках этого, в обязательном порядке, это подготовка кадров нового поколения. Те кадры, которые не боятся этих технологий, которые готовы работать с этими технологиями, ну, и развивать, в том числе, дальше отрасль. Ну, а вообще, то есть правильно ли, что научно-образовательный центр сначала будет реализовывать какую-то образовательную часть, а затем уже научную, уже там, в 21-22 году? Нет, это неправда. Да, эти процессы будут параллельны, потому что развитие технологий без кадров, это невозможно точно так же, как и кадры без развития технологий. Иначе опять образование будет отставать. Иначе опять, да, будет у нас, ну, не скажем, что отставать. Временной лаг опять для адаптации. Опять будет, да, временной лаг для этого. Что делать другим регионам? Вот смотрите, НОЦ, пять регионов, что они будут? Приезжать сюда, вы будете притягивать сюда, в том числе и талантливую молодежь, и какие-то разработки, да, возможно. Мы будем взаимодействовать, как минимум. То есть будут приезжать к нам, площадка наша открыта. То есть площадка готова для коммуникации, для передачи опыта, взаимодействия какого-то, да. Ну, в том числе и мы сами будем выезжать, смотреть, перенимать какой-то опыт. И вот я еще раз повторяюсь о том, что мы должны стать не конкурентами, мы должны стать партнерами и развивать те направления, которые мы можем в коллаборации с другими. То есть не обязательно ученого там из Кирова к себе перетаскивать, можно туда приехать и на базе его лаборатории что-то сделать? Нужно выстроить такое взаимодействие, чтобы мы смогли делать дело общее. То есть не делить там Киров, Пермь, да. Но в том числе при этом, конечно же, развивать свою научную школу, притягивать здесь к нам непосредственно мировых ученых для создания этих школ, это подготавливать эту инфраструктуру, которая позволяет проводить научные исследования как раз на мировом уровне, чтобы мы стали, так скажем, интересны мировому сообществу и конкурентно способны. Павел, смотрите, когда приезжал сюда в прошлом году, нет, в начале этого года, Алексей Боровков из Петербургского политеха, он, ну не то чтобы от него критика прозвучала, но тем не менее, тогда еще НОЦ только зарождался, Пермский, и от него прозвучало такое, что там Пермского НОЦ пока не прозвучало каких-то амбициозных планов, то есть нет планов на десятилетку, каких-то нет, вот такой стратегии не выбрано. Что сейчас вот стратегия для Пермского НОЦ, если смотреть ее в самую дальнюю перспективу? То есть что мы должны стать? Номер один там по недропользованию, по нефтянке и по, допустим, по калийной отрасли. Там номер один в мире, может быть, мы должны стать. Нет, смотрите, амбициозные цели у нас сейчас как раз формируются, они поставлены. Сейчас мы их формулируем, но это не значит, что мы должны стать центром номер один по какому-то направлению. Ну, хотелось бы. Мы должны развивать направления все в комплексе. И может быть, как вариант, мы как минимум должны попасть в десятку по миру по этим направлениям, причем как по технологиям, как по образовательному процессу, так и по научным исследованиям. То есть, чтобы мы стали, ну, как минимум в десятке мировой, чтобы мы вышли на мировую арену, взаимодействовали и были центром компетенции. Что, ну, понятно, что все это будет по шагам реализовываться. Что в следующем году мы ждем? Какие результаты? Ну, понятно, сейчас вы программу, наверное, там утвердите, регион защитит ее, да, в начале года. Что будет в следующем году реализовываться? Ну, вот сейчас как раз в рамках программы по каждым проектам стартовым, и кроме всего прочего мы прорабатываем новые прорывные проекты, мы определяем как раз краткосрочное, долгосрочное и среднесрочное планирование. Можете какой-нибудь пример привести? Там по одному из направлений, например. По углеводородам, наверное, уже не спрашивают, да? Там вроде бы все стартовало, все закрутилось. Ну, допустим, даже если взять по углеводородам, то есть направление мы примерно формулируем следующим образом, что это развитие фабрик будущего внедропользования, к примеру, да? То есть что-то наподобие создания цифровых двойников нефтегазодобывающих предприятий. Ну, Галки Муралкаль тоже про это сейчас говорит все время. Они говорят, да, но то есть это вот как раз мы должны разработать, подготовить и объединить в так называемые комплексные научно-технические проекты, которые могут объединить, может быть, межотрасливые какие-то взаимодействия, может быть, еще что-то. Вот, то есть как минимум мы должны выйти на эти проекты, запустить как минимум там 2-3, может быть, 4 проекта таких глобальных, масштабных. К концу 2020 года мы уже должны получить какие-то первые результаты с возможным даже внедрением в производство. Развитие научных школ, начало развития научных школ, подготовка инфраструктуры лабораторной. То есть вот примерно на год такие планы. Ну и, конечно же, обязательно мы должны в том числе не забывать о подготовке кадров. То есть мы должны трансформировать как-то систему дополнительного профессионального образования, общего образования, да, то есть высшего. Спасибо большое, Павел Илюшин. В нашей студии директор НОЦ «Рациональное недропользование». Мы говорили про актуализацию планов нашего пермского НОЦа.